Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хотим помянуть одного из выдающихся гроссмейстеров в русских шашках Виталия Рубеновича Габриэляна, который скончался 2 июля 2022 года. Делать это будем совместно с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко. Ну и немножко скажу пару слов о Виталии Габриэляне. Виталий Рубенович Габриэлян это известный белорусский, а ранее советский шашист. Четырехкратный чемпион СССР по русским шашкам становился чемпионом в 1966, 1969, 1973 и 1977 году. Международный гроссмейстер, звание присвоено в 1968 году. Ну и вся семья Виталия это по сути шашечная семья и жена. Галина Фрид, мастер спорта по шашкам и Владислав Габриэлян, мастер спорта по шашкам. Ну только Вячеслав Габриэлян сейчас предприниматель, да. Не знаю мастер он или нет, информации нет. Евгений. Да-да, Олег, приветствую, да. Значит, да. Ну вот опять-таки, ребята, значит, скоро бы на очередная дата, получается, ушел великий шашист. И в очередной раз мы задумываемся о роли личности в истории. Ушла, по сути, целая эпоха, естественно, с ним, да. То есть это был один из сильнейших шашистов до протяжения около полусполовека, считаю, то есть 60-х годов нашего времени, да. Вот, значит, кстати, стоит отметить, что, допустим, Габриэлян, наверное, он получается, мне кажется, в истории номер два по количеству результативных достижений на самом высоком уровне. Если, допустим, взять 1-й Старкевича Цирика, да, то он был шестикратный чемпион МССР, 6 золотых медалей. А у Габриэляна 4 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых, такая интересная статистика, да. Не считаю, что десятки турниров высшего класса, который он обычно выигрывал, да. Отличался с универсальным агрессивным стилем игры, очень много знал, допустим, там, был величайшим психологом, допустим, то есть это все, еще в книге, видимо, она хорошо описана, да. Ну, упокойся с миром. А вот, Евгений, Виталий, все-таки он больше был игрок комбинационного стиля или позиционного? Я говорю, что универсально, он мог сказать что угодно, допустим, да. Если так, казалось бы, не занимался такой скрупулезной работой, допустим, теоретической, но почему-то был в курсе всех новинок и их опророжений, допустим, еще, да. То есть хорошую школу показал там, да, то есть. Самое главное, что он при жизни успел написать книгу о себе, допустим, в своем творчестве. Вот книга 2014 года, называется «Стихия черных диагоналей». Она, в принципе, продается широко в магазинах Беларуси, там, я думаю, в интернете можно найти ключи, да. Так что рекомендую для всех солидно-ширшистов, это обязательно к прочтению. Какая книга Вигмана, допустим, как книга Цирика и так далее. Ну, давайте, друзья, перейдем к творчеству Виталия Рубеновича, да. Посмотрим ряд его наиболее таких, не самых длинных, но эффектных партий, допустим, комбинационных. Ты, Евгений, мне говори, как бы, за кого показывать, за белых, за черных разворачивать. Ну, допустим, со стороны черных, со стороны черных доска. Вот я столик создал на Гамблере, так? Все я развернул. Так, посмотрим, дело было в 83-м году, первенство Азербайджанской ССР на Штеренталь Габриэлян. Четкая такая схема, кстати, которую ты, по-моему, однажды разбирал, там, да, когда мы с Валюком играли важным микроматчем, да. Такая интересная двухходовочка, белые связывают. Позиции обманчивают, Е7, значит, да, белым надо думать в уравнении. Ход ЕФ2, который ранее рекомендовался, он, оказывается, проигрывает из-за удара, указанного мастером Василием Наумиком. То есть тут, в принципе, очевидно, да, это только малозаметный промежуточный ход. То есть белые бьют сюда, потом ДЕ7 и так далее. Вот это я не указывал, это полезное, да. Ну, значит, Стеренталь сыграла Ж3, довольно прямолинейная, конечно. И вот пресловутая точность шашек. Черные не боятся оставлять связку своего фланга, да, а не оставляют ее, наоборот, поджимая белых таким своеобразным путем. То есть выдавливание вперед. Вот связали, связали, да, связка оказывается в пользу черных. Позиция белых слабее, чем слабости черных, да. Ж2 ход такой прямолинейный, но и блассерять. Еще не проигрывает, может быть, по твоему анализу не знаю, да. Проигрывает уже, да. Еще и Ф2 оставался играть все-таки, да, но было увиднее. Но ход АЗ3 привелок очень красиво и интересное комбинационные развязки. И такой ход интересный ДЕ7. Белые, значит, уверены в себе подрывают. Одну бить нельзя, потому что из-за размены Ф6 потом удар стоит, да, ведь. Они пробили два раза и подорвали ходом АБА4, да. Ну, тут такой. Это я разбирал, да. Да, получается, да. Били-били-били и так далее. То есть, в таком окончании шансов нет. Ну и постоянная угроза подрыва. Видимо, только тут белая польная, что за 4 не ловится, да. Да, да, да. 23 отдавать смысла нету. Такая вот легкая зарисовочка, допустим. Очень эффектную партию выиграл Виталий Робанович Блиц в чемпионате СССР по Блицу в 1980 году в городе Гродно, да. Значит, дело было так. Литанович Габриэлянт битву двух гигантов, да. Оба очень редко проигрывали вообще там, да. То есть, вот, не БЦ3 получается, ну, битвуку его развиван, да. Ну, в игре 2 раз месяца, даже в таком простом начале, кажется, то есть, есть игра своя своеобразная, да. То есть, А4, ДСМ закрытая система, которую любит. Балтик Королев показывает, да. Так, и в же 30, Б4 там, 23, БЦ7, А4, Б3. Вот ударцы Б2 не проходит нам. Так, Ж2, АБ6, Д3, Белые, насчет умеренно в себе. Принципа такая, на Витам Манчо и оппозиции. Надо заберять аккуратно здесь до 2, сдать, допустим, да. Альтинович провалилейно пошел ЦД4. На одну секунду центр белых прориск, короче, еще одна этим пользуется. ЕД6 такой скромный ход, оказывается уже поздно играть АБ2, из-за туда датчик ДЕ5. Ну, в любой сторону бить плохо, да? То есть, приходится лезть ДЕ5. Тогда черные встречаются, вся группировка белых парализована, да? На АБ2 ход Е7 получается, и на АБ2 красивый такой сквозноударчик АЖ5, уничтожая все силы соперника, да? Да, очень красиво. Такая техничная, то есть, вот, завалит такого гиганта. Тем более, Альтинович был знатоком дебюта Кукуева, да? Но, конечно, всякого знатока находится еще больше знатого. Гроссмейстерские дебюты, я вот называю два гроссмейстерских дебюта, для меня городская партия и комбит Кукуева, да. Так, очень интересную партию выиграл Габриэль Иллиан Увигмана, который тогда был в те годы еще молодым мастером, уже очень сильным на подъеме, и вице-чемпионом СССР, да? Дело было так, 70-й год. Габриэль Иллиан Увигман, белыми он играл. Значит, такой непритязательный дебют, допустим, да, то есть вот черный ход тоже совсем, там предлагаю размены, размены с упрощениями. Конечно, меняться нельзя просто так, но если меняться, то сложных позиций уже в 4 важных ход такой, сзываться. На игру подоражем. На падают, конечно, на игру, да, получается. Значит, вот тут можно помоляться, но это несколько иной раз меньше, то есть позиция тут не упростилась, шашка G7 застряла, короче, пристает сложная борьба впереди, если знать эту схему, значит, дело было так, там пока делать обе стороны типичные ходы, и вот подвели к такой вот схеме интересной. Сюда-сюда, как-то там CD2, H6, G4, FE7. Так, одну секунду, одну секунду. Где-то на доход ход вернуть, короче, там, да, G4, EF2 сыграл Габриэль Иллиан, да, FE7 и вот BA7. То есть такая, эта конструкция была Викману знакома, кстати, он так раньше выигрывал, допустим, он сдал ходы от CD2 и заготовил тогда коварный удар, известная идея мастера Свиткова, она повесила, ну, да, красиво. Ну, то есть, понятно, там, бьем сюда, получается, покажи, покажи, да, до конца. Снимаем до конца, все-таки вещь не зеленая комбинацией с полным, с полным разрывом позиции. Такое можно смотреть до конца, да. То есть, понимаете, уверенный в себе, Викман играет знакомую схему, при которой он такой коварный удар, на котором можно и сильного соперника подловить. Ну, это же Габриэлянт играл белыми. Он уже тогда, значит, эту партию предыдущего Викмана посмотрел, да, и сделал маленькое уточнение. Он не стал ходить на 2. 3.5, что ли? А пошел в G3, допустим, видите. А, в G3. И только тут выясняется, что удара больше нету, потому что нет пустых полей у белых. Да и 5-то не приходит из-за сквозного ударчика такого простейшего, да. А CB6 играть поздно, потому что сквозной удар в D5 в этой ситуации. То есть, черные поняли, что были неправы, да. Ну, аккуратный бой сюда, и надо сдаться, потому что ставить дамку нельзя и заодно еще красивая отдача. А, вот так. Вот так вот с Викманом было покончено, да? Ладно, я тогда одну партейку покажу тоже. Так. Ну, известная схема. АБ4, БА5. Игра Бадянского. БА3, АБ6, АБ2. Не показывает на доске, или ты показываешь? Ты сам показываешь. А я сам показываю. Я просто не вижу демонстрацию экрана на стриме, да. Ну, хорошо она показывает, да. Ну, ладно, ты, наверное, так поймешь. ЕД4, ЕД6. И тут, конечно, надо играть ДЕ3. ФЕ3 слабо. После ДЕ3 обычно играют ФЕ7. Ну, и тут СД2 надо играть. Черные размениваются. ЕФ4 надо с перебоем брать. То есть, и затем черным можно, в принципе, и на А4 побить, но лучше на Ф4. В тухе позиции сдерживать белых, да. Тухи с ловушкой знаменитая. Нападать БЦ5. Да-да-да-да. ФЕ3 здесь правильный ход, а вот БЦ5 этот ход уже проигрывает. Я даже на чемпионате Пермского края среди юношей до 18 лет вот так выиграл мастера спорта Сергея Христолюбова, чемпиона России среди юношей. И вот тут в чем суть. Разверну. За черных. Значит, играем СД6 сперва. То есть, отдаем шашку и затем играем ФЖ3. Ну и в какую бы сторону белые не побили, у них проигрыш. Если на Ф4 бьют, ну просто ФЕ5 и 3 побили. Понятно. Если на А4, тогда играем АБ4, выбиваем шашечку АД4, ЭЦ3. Ну и как бы белые не били, также идет удар на поле А1 с выигрышем. Поэтому белым в этой позиции разверну. Надо играть ФЕ3. И черным здесь лучше всего, наверное, играть ФЖ5. Наиболее точный план. То есть, после ФЖ5 белым надо проводить комбинацию, иначе плохо. То есть, АЖ3, ЕФ4, бьем на С1, затем ЕД2, ну и удар потом идет на поле А6. Ну и сильнейший вариант тут, по-моему, можно и БЦ5, кстати, играть. Но классический вариант СД6. Это гроссмейстер Юрий Кузяков так играл. То есть, вот наиболее сильнейший план. Ну и тут черные на СД4 проводят комбинацию. То есть, отдают одну шашку, затем вторую. Ну и такая, так скажем, не совсем лестница, но вот что-то похожее. Да. Одна дамка все-таки у белых остается, поэтому ничья. А если черные в ответ на ФЕ3 закроются, допустим, БА7, вот здесь как раз получилась комбинация, впервые она возникла в партии Габрилиан Белкин. То есть, белые сыграли БЦ5, и в этой позиции обычно играли ЕФ6. И белые отвечали ЖФ2, и черные разменивались ФЕ5 с ничейной позицией. А белые неожиданно сыграли ЕФ2. И черные не почувствовали разницы, здесь уже этот вариант не проходит. То есть, после размена ФЕ5, белые скромно играют АБ4, затем БА3, и знаменитая комбинация стрела. Самое трудное сделать такой маленький тихоц среди комбинации. То есть, АБ4, конечно, с пользования не выпадает. Так, Евгений. Отличная, отличная тема, да. Хорошо, значит, посмотрим такую очень насыщенную партию. Тоже Габрилиан игрался с Таренталем, мастером азербайджанским. Значит, и там такая образцовая партия на тему обманчивости позиций. За белых развернуть, да, лучше? Да, со стороны белых получается, вытащили такой дебют, а не двухходовок, это был популярный всего двухходовочков, жеребить, допустим, да, хоть и такие некоторые кривые позиции, но вошла интересная игра. Посмотрим, давайте, ЦБ6, значит, но уже 3, и до 6, F4, и вот уже в этой позиции надо думать об уравнении, то есть, лучше поменяться в Z5 сразу, не строилишних колонок. БА7, допустим, БА7, не странно, ошибочный ход, лишние потери важного темпа, да. Белый успевает ЖАЖ 2, грозят, да. Значит, F5 пока еще можно, короче, еще не проверено, но проблемки со стороны черных, да. ЦС7 вроде бы такой, это надежный ход, вот АБ2, АБ2 делается. Ну, пробую догадаться, чисто так по-человечески немыслимо, что для уравнения надо отдать шашку и Д4, и сделать просто тихий ход, и какой-то вынос мозга, то есть лишней шашкой... Это очень сложно что-то, да. С лишней шашкой со связкой выбора ходов, короче, у Белых везде не лучше, то есть там преимущество никого нет, вот не странно. Такое усиление гроссмейстера Саидиана, да. Кстати, тоже похода Саидиана, армянский гроссмейстер, чемпион СССР, 83-го года, был другом Ниталию Рибеновичу, да, в 14-м году ушел в лучший мир. Так вот, но в этой партии, значит, черные углубились в расчеты, нашли интересный нюанс такого типа, вот так вот, смотрите, то есть, нарлое вторжение получается, мультики было следствием колодки, шеф, я уже нервничаю, значит, оба 4, и тут сюрприз в виде хода ЦБ-6, оказывается, просто так подорвать, детский ударчик не проходит за, конечно, потому что 25-м, б3, выиграть могут только черные, ладно, допустим, это первая мульта, нам несложная, очевидная принципа, Габриэля, значит, усиление ДН-3, интересный ход такой, кстати, нельзя было и другого, да, привести, допустим, если просто так вот, по-деревянному отдастся, да, сбить, сбить, да, конечно, интересная присоска находится в виде хода на Е3, и снова вперед быть нельзя, из-за ударчика, да, красиво, да, а иначе там уже, конечно, выигрыш, сюда-сюда сбил, выигрыш черного, прикольное удушение, ведь удар, удар-то за белых не проходит, а в З5 тут не отдашь, она, такие мотивчики, и Габриэля, на три нюансы рассчитал и напал, да, да, потому что если напасть в цепь здесь, то аккуратно такой вот красивый, выигрыш сюда, получается, сюда сбили, сбили, на F8 получается, сюда, а и дамкой, да, и дамкой, сбить, таком, незаметно, вот, да, хитрые пертурбации, да, как говорят эти гимнасты, очень красивый вариант, классический, классический перешмык, перепады подвертан, да, поэтому черное, умеренное в себе играет, G6, допустим, еще и не замученный, Евгений, тройной тулуп, тулуп-то не крайне, прогнувшись, да, или шмикс, перепады подвыпек, это, конечно, да, то есть, значит, то есть ситуация позиционная, то ничего, наверное, хуже, да, то есть, но, а что делать дальше? Ждательных, а дубила закончились, они бриллиант приводят ударчивый, такой вот, да, оказывается, так вот побить на сюда, на цепать, вроде бы с красивой позицией, плохо, потому что неожиданно такая же, то есть, но жадничать нельзя, потому что после такого, вот, только черное, на F8, да, на F8, значит, B3, игра продолжается, еще там не все понятно, если, если позариться, допустим, вот таким путем, как-то пытаться отлисти, если шашку, да, конечно, подождали свободную темпа, играются на роль, да, вскрытие знаменитой игры, Купермановская идея, то есть, ой, есть, четвертая тема получается, да, то есть, так далее, выигрывая черное, то есть, сотвориться у мир животных, поэтому точный ход, это на 1 поезд дамкой, дамкой, вот просится, дамкой, так, одну секунду, позиция зависла, да, зависла, блин, позиция, что-то с Гамблером, у нас, это стало, то есть, да, то есть, на ход, B3, не знаю, заранее, пока снова показывать, или что там, два хода осталось буквально, на B3, напали белые, F8 на B4, B1, бой на D2, бой на D2, и последний ход, черных, A1, D4, красивая присоска, выигрывает D2 на G5, изящный ударчик на весу, ну, и приходится бить на G1, там, да, там очевидно, белые реализуют преимущество, вот такая талонная позиция обманчивая, то есть, каждая сторона думала, что у нее лучше, да, вот они все-таки оказались белые, так, ладно, следующая партия, посмотрим, очень такую эффектную, одну из самых эффектных, гамбрилляновских, да, такая тематическая, хорошая, все, кстати, кроме того, что был выдающимся игроком, да, практическим, допустим, психологом, да, он еще и на ниве изданиях книг отметился, допустим, был хозяином оператива, российский, ременант низкий сдавал, допустим, да, 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 как он назывался, забыл, досуг, 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 очень сильный, низкий, допустим, известный габриллян, антиклопедия, дебютов с уборочным зрелием, допустим, на такие вещи, вместе с моим тренером Косянка не очень плотно проработали там, то есть, сдали 8 террористических сборников, в тему, расскажи, расскажи Евгений еще пару слов, на заставочку фото поставлю, да, 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 то есть, мне доводилось общаться с обыдочным, живую все-таки, там, все-таки учитывая, что он на руси жил там несколько раз, был у него в гостях, короче, вот, фото одно из последних, когда я бывал в у него в тринадцатом году, еще там на гостях у супруги, у него там, да, он вел там солидно очень, ресторанный, гостиничный такой бизнес, там, развлекательный, там, торговый центр Олимпии и так далее, да, и для маленького городка, это был такой центр просто жизни, считаю, да, там, особенно любили там арендовать на несколько дней подряд, эти, солдаты и офицеры, ближайшие военной части, там, спецназ стоит, короче, в этом районе, да, они там все снимали бани, там, все эти самые, там, все рестораны снимали, ну, ладно, без подробностей, все поняли, все цивильно, все цивильно, просто это самое, потом, то есть, от него можно отдохнуть хорошо, там, то есть, все шикарно. Ну, для Белоруссии я скажу, что вот такие вещи, это прям на весь золото, наверное, да, особенно сейчас, да. Все-таки своим приездом в маленький городок, он просто отдохнул там целую, новую жизнь, там, не только такой коммерческую, торговую, там, общественную, еще, допустим, шашечную, для спонсора, многие турниры детские, допустим, много чего сделал, там, вот это важно, да, да, так что, потому что, допустим, когда, вот скажем, такая ситуация, не будем называть фамилии, один международный гроссмейстер из одной страны, да, подал заявку на участие в международном турнире и в другой соседней стране, в соседней стране, якобы братской, дружественной нам, а функционеры из соседней страны запрещают им играть в этой второй стране, типа, ты не рожданин этой страны, о том, что гроссмейстер там заслуженный, выдающийся, мы так далее, это никого не волнует. Ну да, по идее. И понятие заслуженного человека полностью потеряно, то есть, да, а в все времена старые габрилиановские заслужбы в людях не лишь он называется, да. Как-то так, да. Ну и страна, конечно, раньше одна была, сейчас там все поделены на разные лагеря, к сожалению, да. Посмотрим эту красивую партию Залезки Габриэля чемпионатеса 87-го года Самаркандия, значит, такой вот интересный дебют, дикий, короче, да, Белой Пробленки с таким некрасивым центром, черный играет на охват. Хороший ход в G5, значит, ну, говорят, что ход D3 учителя не проигрывает там после А4 и B5 и Т3D. Ну, F3 просится. F3 просится пока что. Ну, конечно, равнение еще не достигнуто, черный атакует таким путем, а вот E6 хороший ход, теперь цепи оставить сомнительные заходы F7 потом EF6, да. Надо выравнивать таким путем аккуратно, да, сюда-сюда, и отличный ход F7, а белые думали, что уже равнение в кармане. И главная идея в чем? Невозможно просто так атаковать же, потому что идет эта известная связка, да, и после хода D2, кстати, позиционно везде ученых нехорошо, а вот ход только D7 приводит почти выженные позиции практически, да. D7, именно такой ход. Остальное все хуже, конечно, да. Вот в этом секрет этой позиции. Поэтому Залевский Сырл правильно F5 вышел, черное перестраиваться, отличные запасные ходы, темпы накопили, ужасные центры белых, которые не работают с пустым полем, и неожиданно уход от всей схемы в B5, то есть уйти в нужный момент пункция 5, вот это странный ход, кажется, да. Это кончили, то есть в Гребащих мастеров, то есть любые даже ходы простейшие, окажется странными, а потом у них не очень сильнейшие. Главное прихватить пункции 5 при пустом поле G1. Вот догадайся, что, короче, там CB4 практически проигрывает, еще CB2. CD4 как-то просится. CD4 тоже проигрывает, потому что черное просто перегупируется, то есть вся же перегупируется белых парализованная, CD4 выйти невозможно, а там так уже поздно, допустим, одна и та же известная схема, так или иначе возникает. Не важно уже как ходят, короче, черные встречают, встречают белых, а ходить особо некуда. Если поменяться сюда, так довольно простой, такой несложный позиционный выигрыш, так вот аккуратненько держим позицию, и типичный размен назад для таких, ну, понятно, все понимают, слишком далеко белые перегупируются, то есть запасных ходов нету. Тут малоинтересно, а финал не был классический, там, то есть Залевский решил умереть красиво, полез 2,5, хорошо, встречаем у вас, да, CD4 и F7, четкий ход. Уже понятно, 2 плохо там из-за хода А6 и далее. И на G3, да, все еще иллюзия того, что отскучим в сторону, там, красиво, так, ударчик, ударчик трат, старинная идея такая, и чуть-чуть-чуть все сняли. Ну да, так проигрывать не стремно. Вот так вот, да, то есть блестящий, блестящий партию Рубеновича, там были более сотни ценных партий, вышел в историю позиционная, комбинационная, крупная аналитика там у него была, то есть теоретические разработки большие, Так что смотрите вот эту книгу, да, еще раз повторяю, Виталий Габриэлян, стихия черной диагонали, в 14-м году, издана она в Минске. В интернете, думаю, можно найти, короче, и магазин в Беларуси продается книжных. Ладно, скажу тоже несколько слов, я, ну, согласно верованиям многих народов, душа человека 40 дней, по-моему, находится еще на земле, наблюдает, как бы, что, где происходит, как бы, когда они говорят вот что-то, я думаю, что в душе Виталия Габриэляна будет, я думаю, отрадно наблюдать вот за подобным видео, да. Да, Банныч, будем помнить вас, то есть дело ваше будет продолжено, конечно, да. Спасибо, как говорится, Виталию за отличную игру и вклад в популяризацию нашей игры. история движет личность, личность из большой буквы, да. Есть люди, которые там, кажется, жгут и озаряют собой небо, там все такое, есть люди, которые коптят, да, то есть, так что он еще покоптит, в небо. Друзья, всем спасибо, всем спасибо за внимание, да, в хорошем смысле, до свидания. давайте попозже случаем, допустим, когда ты сама договоримся на следующий раз на очередную лекцию устроить, пока вроде желающих появляет нету, там все заняты на турнирах, когда хочешь очередную лекцию. в любой момент, когда хочешь. Может быть, в субботу, тогда завтра, Хорошо, давай в субботу, я не против. Вечером, да? Давай, когда тебе удобно. давай, как обычно, традиционно в субботу, 18 часов, будем смотреть черную лекцию по миру кушачных окончаний, да? Одну и там новость последнюю огласим все-таки, что и как, да? Да, да, да. Ну, до свидания, друзья. Все, всем спасибо, спасибо, Лех, там счастливо. Евгений, спасибо, да, за красивые партии, пока, до свидания.